Здравствуйте, в эфире ЛАВС-студио. Меня зовут Светлана Пензова. Мониторинг, декларирование имущества и урегулирование конфликта интересов депутатами Одесского городского совета. На эту тему говорим с гостем студии. Это Анатолий Бойко, председатель областной организации Комитет избирателей Украины. Здравствуйте, Анатолий. Добрый вечер. Итак, в рамках кампании аттестация местных депутатов общественной организации 12 областей Украины мониторили соблюдение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов депутатами местных городских советов. Также аналитики изучили сведения из декларации депутатов этих советов и сравнили их с данными государственного реестра. Итак, Анатолий, расскажите, пожалуйста, что же вы обнаружили, какие же результаты мониторинга Одесского городского совета? Значит, по результатам мониторинга Одесского городского совета мы не нашли нарушений, связанных с конфликтом интересов, если мы говорим об текущем годе. Но ранее нами в отношении некоторых депутатов были зафиксированы подобные нарушения, и мы отправляли обращения в НАЗК и в полицию. Если же говорить о декларациях, то в этом году мы нашли признаки несоответствия между поданными декларациями и информацией, которая содержится в реестре относительно 9 депутатов. Это Людмила Варава, Владимир Ворещенко, Валентин Гапунич, Алексей Горин, Юрий Круг, Ирина Куценко, Антонина Наконечная, Ливон Накагасян и Виктор Новак. Я так аккуратно формулирую, что нашли признаки, потому что могут быть определенные несостыковки в работе реестров. Поэтому мы на данном этапе не утверждаем, что депутаты однозначно что-то нарушили. Мы говорим о том, что та информация, которая содержится в декларациях, на наш взгляд, не совсем соответствует той информации, которая содержится в открытых реестрах. Поэтому мы обратились в национальную полицию, в НАЗК, для того, чтобы эти органы, имея более широкие полномочия, чем у нас, проверили те факты, которые нами обнаружены. И, соответственно, установили окончательно, действительно ли депутаты забыли машины, квартиры, заводы и пароходы указать в своих декларациях, которые у них есть в реестрах. Или это какое-то недоразумение, технический сбой, несовершенство работы реестров, ну и так далее. Ну а сами депутаты, услышав свою фамилию в таких негативных все-таки списках, они вам звонят, сообщают, нет, вот вы же сами ошиблись. Бывает, что звонят и сообщают. И, в принципе, если у указанных депутатов есть желание обсудить и дать какие-то пояснения, то мы, конечно же, всегда открыты. А вот эти депутаты-нарушители, они повторяются? Вы прослеживаете такую тенденцию или нет? Ну давайте смотреть. Значит, вот я назвал 9 человек, которые в этом году, если мы говорим о тех, которые у нас зафиксировали нарушение конфликта интересов, это другие депутаты. Это Денис Балах, Олег Отнорович, Вадим Иргачев, Татьяна Плаксий и Дмитрий Танцюра. Но это было в сезоне 2016-2017 условно. В сезоне 2017-2018 мы, то есть в рамках мониторинга во время второго года выполнения депутатами своих полномочий, мы нарушений, связанных с конфликтом интересов, не зафиксировали. Но я хочу подчеркнуть, что тут есть два нюанса. Во-первых, мы не утверждаем, что если мы их зафиксировали, их нет. Потому что что такое мониторинг конфликта интересов? То есть у нас есть депутаты Одесского городского совета из 64 человека. Каждый из них имеет какие-то частные интересы. То есть кто-то из них входит в состав учредителей той или иной фирмы, кто-то входит в состав учредителей той или иной общественной организации. Каждый, понятно, имеет каких-то родственников, какие-то социальные связи. То есть мы все живем в обществе, мы не находимся в каком-то вакууме. Все эти связи — это потенциальный конфликт интересов. Ну что такое конфликт интересов? Это когда ты должен принимать решение, которое касается какого-то юридического лица или какого-то физического лица, с которым ты имеешь связь. То есть есть личная заинтересованность? Да, совершенно верно. Проще выражаясь. Может быть, есть потенциальная личная заинтересованность, которая может действительно повлиять на то, как депутат будет принимать решение и помешать ему принимать решение в интересах громады. То есть идет речь о выделении земельного участка той или иной фирме или льготной аренды на помещение той или иной общественной организации. Если депутат как-то связан с этой фирмой или с этой организацией, то он может не выдержать, не устоять и голосовать, исходя не из интересов громады, а из интересов этой фирмы или этой организации, поскольку он с ними связан и есть у него там свой какой-то интерес. Вот это называется ситуацией конфликта интересов. И, соответственно, мы мониторили для того, мы именно подобные ситуации и действия депутатов в этих ситуациях и мониторили. Но, я еще раз подчеркиваю, 64 депутата, у каждого какое-то количество интересов. Вот, например, Юрия Крука, 77, 77 мы обнаружили, ну как, мы зафиксировали, 77 линий связи, которые подтверждены юридически по реестрам, либо он имеет какие-то отношения с какими-то фирмами или с какими-то общественными организациями, с какими-то физическими лицами. Это само по себе не является никаким нарушением, это нормально. Мы все живые люди, мы имеем какие-то интересы, занимаемся каким-то бизнесом, какой-то деятельностью, это не является никаким преступлением. Но я подчеркиваю, это 77 только цепочек, которые мы проверили по реестрам, можем установить связь. А может быть еще какое-то количество, которые, ну, не подтверждены документально. Это я все к тому веду, что у каждого депутата достаточно большое количество вот этих цепочек, во время каждой сессии принимается большое количество решений, и, ну, физически крайне сложно проследить абсолютно все, и поэтому мы не утверждаем, что вот если мы провели мониторинги, допустим, за сезон 17-18 ничего не нашли, то там ничего не было во время сессии. Абсолютно нет. Это, во-первых. Во-вторых, отдельное большое серое пятно — это заседание постоянных комиссий Одесского городского совета. Потому что если сессия происходит, условно говоря, онлайн, да, то есть там можно присутствовать, есть записи сессии, публикуется решение, то есть достаточно много источников информации, которые можно парализализировать и с более или меньшей уверенностью говорить, было или не было нарушения, то с комиссиями все намного хуже. Видеозаписи не ведется, посетить все комиссии физически невозможно, в том числе и потому, что далеко не все анонсы публикуются заблаговременно, стенограммы не ведется. Протоколы, по нашим ощущениям, очень часто делаются задним числом и, мягко говоря, существенно упрощают то обсуждение, которое было. То есть неизвестно, о чем на самом деле до конца, вот в полной мере говорят депутаты на заседании. Соответственно, вот мы не можем говорить о том, насколько во время заседаний постоянных комиссий соблюдается требование закона о конфликте интересов. Вот по протоколам мы зафиксировали, что за время заседаний комиссий, за два с половиной года, только один раз один депутат, Юрий Шумахер, заявлял о конфликте интересов. Это при том, что за время всей нынешней каденции, только во время пленарных заседаний, 23 депутата 57 раз заявляли о конфликтах интересов. То есть на сессиях 57 раз, на комиссиях один раз. Сказать, что на комиссиях, соответственно, меньше? Ну нет, если на сессиях 57, во время рассмотрения вопросов, то те же самые вопросы рассматривались и на комиссиях. И, скорее всего, не меньше было ситуаций конфликта интересов на комиссиях, но на протоколы комиссии эти факты не регистрируют. Соответственно, это очень большая и большая серая зона по конфликту интересов заседаний комиссии, именно потому что Одесский городской совет почему-то не желает вести видеотрансляцию, стенографирование и так далее. А по сравнению с другими регионами, это, понятно, ненормальная ситуация, да? Как в других регионах? Значит, в других регионах. Как вы сказали, мы вместе с нашими партнерами мониторили в 12 областях Украины, причем координаторами проекта выступала наша организация. Это такой региональный проект на горизонтальном уровне, то есть с нами никакие киевские организации в данной ситуации не руководили. Значит, если мы говорим о других регионах, то в Ивано-Франковске и в Краматорске мы зафиксировали по одному факту ситуации, как нам кажется, нарушение норм закона о конфликте интересов в Сумах и в Херсоне по четыре факта. Значит, я, конечно, согласен, что это, возможно, на фоне тех сообщений коррупции, которые мы слышим каждый день, не являются чем-то таким вот абсолютно грандиозным. Это не так много. Но я еще раз подчеркиваю, что мы допускаем, что определенное количество фактов осталось нами незамеченным. И кроме этого, в данной ситуации нас беспокоит не столько количество фактов нарушений, выявленных нами, их действительно немного, сколько отсутствия, на наш взгляд, эффективной реакции со стороны полиции и на ЗК. Потому что мы в прошлом году имели опыт обращения в полицию и на ЗК по ситуациям, связанным с конфликтом интересов. Причем я хочу подчеркнуть, мы не обращаемся в на ЗК или в полицию, просто, знаете, как с какой-то анонимкой, где мы как-то бессвязно обвиняем кого-то в чем-то. То есть мы составляем юридический документ по всем правилам, к которому мы прикладываем ту доказательную базу, которую нам удалось собрать. То есть это выписки, допустим, из реестров, ну, извлечения из реестра, выписки, то есть документы, которые доказывают, что у депутата действительно есть потенциальный конфликт интересов, что он является учредителем или как-то связан с тем или иным лицом. Кроме этого, мы прилагаем извлечение из протокола той или иной сессии, где видно, что депутат за это, по этому вопросу голосовал. То есть, по сути, мы всю доказательную базу органам прилагаем. Они только лишь должны формально со своей стороны проверить, удостовериться, что да, действительно, мы предоставили достоверные документы, мы ничего не сфальсифицировали, не придумали, и вынести, и составить, ну, принять соответствующие меры согласно законодательствам, привлечь к ответственности. То есть я еще раз подчеркиваю, что ни на ЗК, ни полиции не нужно что-то додумывать, придумывать, вести какие-то там многочасовые, многодневные расследования, им просто нужно банально проверить ДК, приложенные нами уже. Вы уже это сделали. Мы это уже сделали, им нужно просто проверить, потому что понятно, что они не могут просто там нам на слово, условно говоря, на слово верить, и просто сразу брать в работу наши документы, ну, я имею в виду для принятия каких-то юридических знаний, значимых решений, но и с другой стороны, им не нужно каких-то особых усилий прилагать. В то же время, несмотря на вот то, что мы, по сути, им все приносим на блюдечки с голубой каемочкой, у них, мы не видим с их стороны какой-то заинтересованности, эффективной реакции на наше обращение. Не в прошлом году, когда мы обращались по фактам, выявленным нами только в Одесской области, не пока в этом году, когда мы говорим о 12 областях. И повлиять на них вы не можете. То есть вы собираете всю информацию, проделываете большой пласт работы, а результат просто мониторинг получается? Нет. Значит, на данном этапе, но это же не конец пути, это только лишь начало. Мы, понятно, не первый год работаем в этой сфере, не первый год взаимодействуем с старшими чиновниками, не первый раз не видим с их стороны рвения и мотивации в выполнении своих прямых функций. То есть, опять же, подчеркиваю, мы не просим их что-то ради нас специально делать противоестественное. То есть мы помогаем, пытаемся помочь им выполнить их прямые обязанности. Стать более ответственными. Ну, просто начать работать хотя бы в этом направлении. Давайте без иллюзий, без иллюзий, без наивности. вот несколько лет вы этим занимаетесь, вот насколько ситуация улучшается или улучшается? Мы второй год этим занимаемся. И я бы сказал, что, значит, больше пока мы больше занимались непосредственно изучением проблемы. То есть, но сейчас мы наработали достаточно существенный массив информации для того, чтобы идти дальше. И я хочу подчеркнуть, что независимо от того, будет эффективная реакция со стороны национальной полиции на ЗК, не будет, мы все равно не будем это оставлять так. Если нам не удастся по каким-то причинам добиться расследования в отношении депутатов, то мы будем добиваться привлечения к ответственности тех нерадивых чиновников из на ЗК и полиции, которые не выполнили свои обязанности, не провели соответствующие проверки, не вынесли предписания и так далее, и так далее. С одной стороны, то есть мы будем заниматься установлением справедливости и привлечением к ответственности уже на ЗК и национальной полиции. С одной стороны, с другой стороны, мы будем работать над тем, чтобы, возможно, усовершенствовать внутренние инструкции, какие-то законодательные нормы, процессуальные, которые описывают, регламентируют, как на ЗК и полиция должны подобные обращения рассматривать, для того, чтобы у них осталось или не осталось вообще, или минимально осталась возможность для саботирования и маневров. Потому что, понимаете, у нас очень часто бывают хорошие законы, но недостаточная подзаконная база, когда чиновник, не имея достаточной мотивации, может сказать, ну да, в законе это написано, но у меня нет конкретной инструкции, я не знаю, я не вижу, и поэтому я ничего не думаю, не делаю. Поэтому очень важно еще, вот допустим, на таких обращениях протестировать вот эту вот, опять же, серую зону подзаконной документации, насколько она отработана, и, соответственно, ее усовершенствовать. Возвращаясь, акцентюр, на конфликте интересов, я вот нашла на вашем сайте комитет избирателей Украины в разделе аттестации депутатов местных советов, раздел частный интересный местный депутатов, можно, то есть любой желающий, это в открытом доступе, ваши собранные, это очень важно. Тогда давайте покажем, вот нажимаем на частный интерес депутатов Одесского совета, городского, и такая сводная, большая таблица, поименно, пофамильно. То есть в открытом доступе вы опубликовали эти данные, и любой Одессит может знакомиться и подвергнуть сомнению. Вот, совершенно верно. И вот это еще один, то есть вот наша деятельность, она никогда не имеет какого-то одного результата, да, мы всегда подходим к решению проблемы комплексной. И в данной ситуации мы по итогам этого проекта, вот с одной стороны, мы составили вот эти базы данных. Независимо от того, будет привлечено, удастся нам добиться привлечения депутатов к ответственности, не удастся добиться депутатов к ответственности, мне кажется, что уже благодаря созданию вот этих баз по 12 городам мы работали не зря, потому что эти базы дальше могут брать журналисты, актимисты. Как минимум привлекли внимание общественности. Причем, ну, единственное, тут два момента я хочу подчеркнуть. Во-первых, я хочу подчеркнуть, что эти базы мы составляли не путем опроса там кого-то на привозе, на улицах, каких-то своих измышлений. Все базы данных, составленные на основании данных либо из самих деклараций, из самих депутатов декларации, находятся в открытом доступе. В декларациях указаны, например, родственные связи, какие-то корпоративные права. Соответственно, мы оттуда берем информацию и заносим в таблицу, что такой-то депутат имеет, согласно информации в его декларации. То есть это все официальные данные? Да, да, да. То есть, во-первых, из декларации, во-вторых, из реестров открытых. То есть мы ничего не придумали. Да, возможно, я допускаю, что какие-то данные со временем могут устаревать. Жизнь не стоит на месте, фирмы депутаты, то есть человек может продать фирму, выйти из состава учредителей, с кем-то развестись, на ком-то жениться и так далее. Определенная коррекция нужна будет, мы будем ее проводить. Но мы основывались на открытых данных, на открытых официальных реестрах, поэтому с определенными допусками эти базы можно использовать, хотя через некоторое время я бы рекомендовал все-таки информацию перепроверять. Поэтому вот первое, что мы сделали, и одно большое дело, на мой взгляд, это создание этих баз, второе, это сам мониторинг, третье, мы же не ограничились только мониторингом, потому что многие депутаты, особенно если мы говорим о депутатах из небольших населенных пунктов, они не очень понимают, как им действовать в ситуации конфликта интересов. Я знаю, что вы издали специальные даже брошюры, что такое конфликт интересов, как избежать именно для депутатов. Именно для депутатов. Помогает народным избранцам? Ну я надеюсь, что будет. Вот только буквально сегодня их привезли из типографии, они такого небольшого карманного формата, каждый, соответственно, в картинках. Там мало текста, но много картинок. Визуализация, чтобы было понятнее. Для того, чтобы информация была интуитивно, максимально понятна. Мы не сомневаемся в интеллектуальном уровне наших депутатов, но времени сейчас у всех мало, и читать большие талмуды многие просто не могут себе позволить, поэтому там максимальная визуализация. И кроме этого, мы в каждой области провели обучение для депутатов относительно соблюдения норм связанных с конфликтом интересов. То есть мы не только критикуем и привлекаем к ответственности, мы еще и просвещаем и стремимся обучить тех, кто хочет и желает. Анатолий Бойко, председатель областной организации Комитета избирателей Украины, был гостем нашей студии. Ее провела я, Светлана Пензова. Оставайтесь на седьмом. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин